Всем привет! Вы на канале Алка Парфюмер и сегодня на обзоре у нас Арманьяк. Это Барон де Костельно, Мелизим 1985 года. Ну что, поехали! Ну что же, можно переходить к дегустации. У меня на канале еще пока не было Арманьяка. Надо заполнять этот пробел. И давайте приступим к распаковке. Арманьяк продается вот в таком деревянном ящике, лично мне напоминающем ящик от какого-то снаряда. Сам Арманьяк идет вот в такой вот бутылке. Лицевая этикетка такое ощущение, что печаталась одной лентой. И как будто одна этикетка от другой отрывалась прямо вручную. На ней мы видим, что это Мелизим 1985 года. И залит в бочку был в декабре 1985 года. А разлит по бутылкам 30.07.2021 года. Также на этикетке указан номер бутылки и номер бочки. Объем бутылки 700 мл, а крепость 44,6%. На контур этикетке мы видим, что сорт винограда Бакон Уар. Год урожая 1985, естественно. Состав виноградный спирт и вода. Никакого колера не присутствует. Пробка сверху залита чем-то похожим на сургуч. Но по факту это какой-то пластик. Сама крышка из дерева. Пробка сделана из целого куска коры. Ну, а теперь ненадолго прервемся. А пока вы сможете увидеть мой инстаграм. Ну что же, можно приступать к дегустации. Но для начала я хотел бы сказать пару слов о бокале, из которого мы будем сегодня дегустировать. Который я получил от своего, так сказать, коллеги Дистилеши. Ссылочку на его канал оставлю в описании. Из магазина Drum of Spirit. Ссылочку на который я тоже оставлю в описании. Это Капита. Из которой можно дегустировать абсолютно любой крепкий алкоголь. И помимо этого еще и любое крепленное вино. Это Капита от компании Гленкерн. Кто-то жалуется, что качество уже не то. И появились какие-то, когда, знаете, штампуют бокалы. Вот этот вот шов, проходящий сверху вниз. И по ножке бокала в том числе. Здесь ничего такого нет. Не знаю. Те, кто, наверное, говорят про такое качество. Заказывают где-то у каких-то непонятных поставщиков. Здесь, я могу сказать, все очень хорошо исполнено. Никаких швов нет. Нету губы. Нету никаких пузырей. Каких-то неровностей. То есть, бокал достаточно хорошо исполнен. Снизу есть гравировочка. Гленкерн Капита. Помимо этого, для таких Капит продаются в Dramos Spirit крышечки. Крышечки есть и на бокалы Гленкерн. Есть вообще много всякой посуды на этом сайте. Помимо этого, есть куча всякой тары. То есть, абсолютно все, что нужно для дегустации. Причем, посуда для дегустации абсолютно любого алкоголя. И помимо этого, все, что нужно для хранения алкоголя. Так что, переходите по ссылочке. Вы там найдете наверняка много чего интересного. Что касается цвета. Он вполне заслуживает внимания, поскольку Арманьяк не подкрашен. Лично у меня вызывает ассоциацию с цветом черного чая. Ну, а теперь давайте приступим к аромату. Аромат достаточно интенсивный. Очень чувствуется сильное влияние дуба. Есть легкая совсем спиртуозность. Какая-то, знаете, древесная смола в аромате. Набор пряных трав даже, возможно, в составе какого-то биттера. То есть, что-то такое бальзамическое. Специи имеются. Отчетливо слышен перец. Причем, спиртуозности уже никакой нет. Видимо, из-за того, что, когда открыл крышку, в бокале был сконцентрированный аромат. И мне показалось, что он слегка спиртуозный. Но на данный момент все выветрилось. И никакой спиртуозности нет. Есть какие-то белцветочные такие нюансы в аромате. Что-то типа туберозы. Даже, наверное, скорее это жасмин. Но такой слегка парфюмерный. Сухофрукты не чувствую. Тут, скорее, наверное, свежие фрукты. Слива, абрикос. И даже, наверное, вишня ощущается. Сейчас появляются ореховые нюансы. Но что-то конкретное вычленить сложно. Но, наверное, можно приступить уже и ко вкусу. По вкусу очень много танинов. Прям как будто какой-то очень крепко заваренный чай. Первым делом бросается ваниль во вкусе. Которая хорошо ощутима. Перец, который был в аромате во вкусе, тоже присутствует. Но с танинами прям перебор. То есть дуба слишком много. Есть выпечка. Что-то вроде обычной сдобы. Но, опять же, за вот этой передубленностью очень сложно все учленяется. Травяной битер из аромата перекочевал во вкус. Здесь он тоже присутствует. А вот свежие фрукты напротив. Тут, наверное, во вкусе скорее сухофрукты. В перемешку, наверное, с орехами. Здесь их больше, чем в аромате. Но тоже что-то конкретное тяжело вычленить. Финиш достаточно продолжительный. Можно сказать, даже долгий. Очень много танинов. То есть, то, что я раньше говорил, что как будто аж рот вяжет от какого-нибудь 25-летнего виски. Или от какого-нибудь коньяка. Я такого ни разу не встречал. Тут реально как будто вяжет как от хурмы. И такое ощущение. Плюс к этому есть легкая сладость. Выпечка остается на финише. И такое ощущение, как будто ты пьешь слишком крепко заваренный чай. Со сдобной булкой. И помимо этого еще сухофрукты с орехами. И вот этот вот травяной битер. Что же касается цены. Стоит он примерно от 9 до 10 тысяч рублей за такую 0,7 бутылочку. И за эти деньги на самом деле много интересных вариантов среди коньяков. Этот вариант тоже достаточно интересный. Мне кажется, с ним надо еще поработать, посидеть. Все-таки вещь возрастная. И так сходу выводы наверное делать рано. Но за эти деньги я бы конечно не посоветовал покупать. Потому что за 9-10 тысяч рублей много более интересных коньяков на рынке. Если вдруг на него будет какая-то скидка. То в принципе взять можно. И посидеть, поработать с ним. Понятно что такое Арманьяк. Возможно он откроется еще какими-то красками. Я определенно еще с ним посижу. Напишу заметки. Подписывайтесь кстати на мой инстаграм. Который был в начале ролика. Там я пишу все свои заметки. Иногда даже раньше чем выходят ролики. Иногда вообще не связанные с роликами. Что касается оценки. То за аромат я наверное поставлю ему 21 балл. Мне он в принципе понравился. За вкус я поставлю наверное 20 баллов. Слишком много дуба. Слишком много танинов. За финиш поставлю наверное тоже 20 баллов. Потому что у меня до сих пор во рту ощущение. Как будто я доску грыз. И мне я скажу это не очень нравится. А за баланс поставлю ему 21 балл. Итого 82 балла. В принципе неплохая вещь. Неплохой напиток. Неплохой Арманьяк. Но за те деньги, которые за него хотят. Много более интересных вещей. На рынке представлено. И поэтому в принципе. По его белому ценнику. Я рекомендовать не могу. Ну а на этом. Не забывайте что. Все ваши лайки и комментарии. Помогают продвижению этого видео. И продвижению самого канала. Поэтому проверьте. Поставили ли вы лайк. Написали ли вы комментарий. И заодно посмотрите. Подписаны ли вы на канал. Ну а на этом все. И всем пока. До новых встреч.